Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о книге «Экклезиаста», мы поговорим сейчас о шестой главе. Шестая глава очень короткая, но в ней, в самой середине, присутствует чрезвычайно важное высказывание, о котором, пожалуй, можно было бы говорить очень и очень много. Оно важно вообще по жизни, как можно было бы сказать, и для понимания книги «Экклезиаста» в контексте книги «Экклезиаста» в целом. И шестая глава начинается экклезиастам с того, что он говорит «Вот я вижу зло, которое есть под солнцем». И оно часто бывает между людьми, когда Бог даёт человеку нечто, но не получается этим пользоваться. Бог не даёт этим воспользоваться, а всё достаётся кому-то другому. И всё это говорит «Экклезиаста, суета и тяжкий недуг». Снова он предлагает и в предыдущих главах обрисованную им картину увидеть. Говорит о том, что люди трудятся, пытаются чего-то добиться и чего-то накопить. Даже что-то из этого, может быть, получается, но всё это очень кратковременно, потому что даже те блага, которые, как кажется, человек может достичь своей жизни, очень мимолетные. Всё это, снова говорит экклезиаст, суета. И здесь вот он ещё одну сторону этой проблемы обрисовывает. Он говорит о том, что люди на самом деле часто понимают, что трудимся и делаем, иногда очень много, и тратим на это всё огромные усилия, но это не даёт нам переживания жизни. Это не даёт сердцу настоящей радости. Душа человека, говорит, он не наслаждается этим добром. И в конце концов, говорит он страшные слова, выкидыш счастливее, потому что он напрасно пришёл и ушёл во тьму, его имя покрыто мраком. А так человек может прожить хоть две тысячи лет, но всё равно не наслаждается добром, и всё идёт в одно место, в смерть. Всё равно, говорит экклезиаст, это не даёт какого-то переживания подлинной радости человеческому сердцу. Снова, как и в самом начале разговора об этой книге, заметим, что экклезиаст различает то абсолютное, настоящее и, главное, вечное, прочное благо, которое ему хочется найти. Хочется найти в этом мире, но нигде он этого не находит. И то, в общем, суетное, мимолётное, что могло бы восприниматься людьми как нечто доброе, как некоторую, может быть, даже радость. Вот всё это он почти нигде не находит, а что находит, экклезиаст в конечном итоге говорит, что нет, это не то, это не то вечное благо, которое могло бы насытить нашу душу. И вот седьмой стих шестой главы, удивительный совершенно, подытоживая своё предыдущее рассуждение, он говорит, в сущности, все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Видите, ну, во-первых, это правда. Во-первых, это правда. Как только мы хотя бы чуть-чуть включаем мозги, как сказал бы экклезиаст, пользуемся мудростью, нам самим становится видно, что, ну да, мы трудимся для рта, для того, чтобы заработать, для того, чтобы прокормиться. Но может ли это насытить душу? Конечно, нет, конечно, нет. Конечно, этого совершенно недостаточно. Но если только ты не заставил себя забыть о том, что существует душа, существуют перспективы вечности и вопрос о смысле жизни и всего того, что ты делаешь. И вот, говорит он, душа человеческая остаётся без насыщения. Но посмотрите, из того, как выражается экклезиаст, с очевидностью следует, что он-то считает, что должно быть нечто, что могло бы насытить человеческую душу. Сравнивая с тем, что он говорил в предыдущих главах, можно реконструировать его представление о том, что по замыслу Божьему, да, человеческая душа сотворена как бездонный, бездонный. И всякий век или весь мир, как в других переводах, ты вложил в человеческое сердце. Но что может наполнить эту бездну? Что может насытить душу? Вспоминаются, конечно, совершенно параллельные экклезиасту слова блаженного Августина. Ты создал нас для себя, и метётся сердце наше, пока не успокоится в тебе. Вот экклезиаст имеет в виду, что у Бога может быть нечто, что могло бы насытить человеческую душу по-настоящему, вечно, абсолютно. И это насыщение могло бы быть подлинным и прочным. Но этого нет в человеческом мире, в человеческих трудах. Это могло бы исходить от Бога, а от нас самих этого нет, не исходит. И я всегда в связи с этим стихом экклезиаста вспоминаю слова Господа Иисуса, который, обращаясь к своим ученикам и к многим-многим другим людям, говорит, блаженны нищие духом, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Потому что, конечно, для христианина, который читает эти слова, экклезиаста ответом будет сам Иисус. Потому что Он и только Он – это то, что могло и может насытить душу. Потому что, да, действительно, мы трудимся для рта, но не только для этого мы сотворены. И не в этом смысл человеческой жизни. И дальше экклезиаст говорит о том, что всё то, что не является исходящим от Бога насыщением, пищей от Бога, хлебом, которым сам Бог становится для нас, всё остальное – суета и томление духа. И вот заканчивается эта краткая глава продолжением скорбных размышлений, в которых экклезиаст говорит, потому что, в конце концов, разве мы можем быть уверены в чём-нибудь в человеческом мире, что оно продлится? Знаем ли мы, что будет после? Знаем ли мы, какие плоды принесут те или иные наши действия или наши труды? Всё это развеется, как дым. Только та пища, которая исходит от Бога, действительно может насытить человеческое сердце.